Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» проходит в Слободском каждый год, но в этот раз дарением черно-оранжевого символа Великой Победы дело не ограничилось. Волонтеры также предлагали слобожанам принять участие в голосовании по программе формирования комфортной городской среды. С 27 апреля по 30 мая на территории города Слободского проходит голосование по формированию комфортной городской среды. Жители города голосуют за объекты по благоустройству в 2022 году. Голосование проходило на Соборной площади, возле здания администрации и в районе Центра патриотического воспитания имени Григория Булатова. По этим трем точкам были распределены 30 волонтеров. Мы подходим к человеку, спрашиваем, желает ли он проголосовать за те или иные объекты в Слободском. Он их выбирает по списку, и если ему что-то подвинулось, то он говорит нам об этом. И мы уже, соответственно, ведем с ним голосование. Как люди относятся? Ну, в основном они берут, голоса отвечают, но некоторые говорят, что это не их и что лучше мы этого делать не будем. Переживают то, что берут номера телефонов и их данные. Выбор объектов для благоустройства обширный. Строительство детской площадки за Соборной площадью, сквера за фонтаном с установкой памятника Александру Грино, ремонт тротуаров и многое другое. За какой объект вы голосовали? За ремонт тротуара. Почему вы считаете, что это важно? Ну, потому что ходить уже невозможно. Запинаешься. Мы люди пожилые, нам нужна ровная дорога. За какой объект? За сквер, за фонтан. Да, да, да. Только за это. А почему вы считаете, что это важный объект? Так это и ребята будут отдыхать, где-то посидят, тихонько отдохнуть. Голосование доступно и в онлайн-режиме по ссылке, которую вы видите на экране. Узнать дополнительную информацию об объектах и отдать голос за понравившийся проект можно до 30 мая.